Итак, ребята, мы уже в аэропорту, совершенно через буквально минут 10 у нас уже будет посадка и это будет самый первый полет наш с котом, потому что мы никогда с котом не летали в принципе в своей жизни, поэтому будем смотреть, как это все произойдет и оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Мы прибыли в аэропорт Нью-Йорка и это была, наверное, самая такая, знаете, стрессовая поездка с котом, потому что печально забирала эту штучку с замком и, короче говоря, голова кота начала высовываться и в итоге запаниковали, потому что думали, что кот вылезли, в общем, с котом, когда ты путешествуешь, держать его у себя на руках и чтобы он чувствовал ваше тепло и вашу энергию, тогда с ним все будет ок. Ну а мы дальше будем заселяться в отель, посмотрим, что будет дальше, но здесь очень холодно, прям нереально холодно. Посмотрим. Вау. Здесь так холодно, просто это нереально, когда ты приезжаешь с флоридского климата, а в Нью-Йоркске, это просто капец, прям конкретно такой мороз по коже. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Смотрите какие красивые декорации Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дайкин 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 Только сейчас вышли на остановки, которая ведет на Кони Айленд, то есть вы выходите здесь, потом либо вы идете в 25 минут в ту сторону, либо на такси это будет 8 минут. И, как видите, это немножко другая сторона Нью-Йорка, потому что тут не так чисто, как, допустим, в центральной части, очень туманно и даже холоднее гораздо, но градусов, может быть, 6. Вот я в шубе. Тут, кстати, проходит один из самых крупных фестивалей поеданию фуртогов. И вот мы уже шагаем по русскому району, Brighton Beach, знаменитый самый русский район и самый большой, кстати говоря, вообще в Америке. Очень атмосферно, я бы сказала, но очень серо, когда мы были на Brighton Beach, была такая промозглая погода, но это не помешало нам узнать и исследовать этот район, как мы это хотели. И мне и моему мужу показалось очень необычным то, что в русском районе на Brighton Beach очень много аптек, они буквально на каждом шагу. Можно закупиться базовыми российскими лекарствами, БАДами и также то, что мы привыкли обычно покупать в аптеках, это здесь есть. Также большое разнообразие русской еды, также как и армянской еды. И, конечно же, знаете, есть ощущение, что ты как в России, потому что, ну, если ты русская, и ты находишься в русском районе, то, конечно же, это будет очень гореть сердце. Всем привет, доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк. Доброе утро с Нью-Йорка. Пока что сходила за кофе, потому что иногда бывает, что без кофе невозможно как-то проснуться, то есть им нужно кофе, чтобы как-то вот войти в этот рабочее какое-то настроение. Другой момент. Наш отель за, получается, ну, 6 дней, он стоил 4 тысячи долларов. То есть, вы понимаете, да? Это наша комната. То есть, вы видите, да? Это кровать. Это небольшая кухонька, без какой-либо даже духовки, ну, не духовки, а где там готовить можно, да? Кроволновка есть. Но сам факт. Вы в Нью-Йорке, и за 4 тысячи долларов в неделю, за неделю, вы получаете такой маленький апартамент. Как это понимать? Ну, вот просто, это немножко сумасшедше, я считаю, потому что в любом другом штате, допустим, вы приедете куда-нибудь в Клилон, вы приедете куда-то во Флориду, за такие деньги, вы можете снять отличнейший номер, который будет больше. Я... Ну, у нас будет у нас код, и так как у нас код, нам нужно снимать что-то, где разрешаются животные, да? Но это было одно из тех мест, где они освещаются. Соответственно, выбора не было, и мы остановились здесь. Ну, просто, если подумать, включается на русские деньги, это сколько у нас? Ну, почти 250 тысяч за 7 дней. Ну, как бы это... Это круто. Посмотрите, какая сегодня прекрасная погода. Солнышко. Это очень редко для Нью-Йорка, потому что обычно все так серо-серо, ну, глаз радуется, правильно? Как-то сразу настроение поднимается тоже. Вот такие небоскрёбы тут. Самое, наверное, знаете, смешное, это то, что вот здесь находятся офисные здания, тут находимся мы, то есть офисные работники могут смотреть за нами, можно смотреть за ними, ну, то есть, это такое какое-то, как, знаете, в аквариумах все какие-то. Это, собственно, все такие огромные здания, большие. Нью-Йорка является большим фанатом американского футбола, мы не могли везать в это местечко, оно является очень популярным среди тех, кто смотрит трансляции игр любимых команд, и мы бореем за браунсов. И для одной из первых мы даже успели подлежиться с владельцем этого спортивного двора, этого яплакона. Посмотрите, сколько много людей было в тот день. Видно, что американцы настолько преданны своим командам, что ходят на эти трансляции. это очень тяжелюбный, дальнейший кефирист, который, впоследствии, возражает таким настроением классным. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА МЕХЛИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...